Отличились на дороге и стали героями репортажа. Съемочная группа вестей Татарстана совместно с сотрудниками госавтоинспекции вышла в рейд. За два часа патрульные зафиксировали несколько нарушений, ну а тех, кто строго соблюдает правила, ждал приятный сюрприз. Подарки от нашей цель-радиокомпании. Большой поток машин и нерегулируемый пешеходный переход. Этот перекресток в остании Тунакова считается в городе одним из самых сложных. По данным ГИДБДД, здесь случается большое количество аварий, а поэтому рейд начали именно отсюда. Уже на первых минутах сотрудники госавтоинспекции остановили нарушителя за пересечение двойной сплошной. Говорю, ребенок, больной дома, из-за этого домой тороплюсь, из-за этого нарушил. Больше не будет? Ну нет, конечно. Пришлось поверить на слово, но от ответственности водителя это не освободило. Цена нарушений – полторы тысячи рублей. У тебя была пристегнут? Мы не были пристегнут. На меня вот так вот. Но ГАИ не обманешь. Все зафиксировано на камеру. Пока составляли протокол, жизнью рискнул школьник. Ну извините, я просто, ну надо, подружки. Извинениями делу не поможешь. Нарушил – отвечай. На мальчика составили карточку с личными данными. Сто в твоей жизни в опасности. Ее направят в школу, где с ребенком и его родители проведут профилактическую беседу. Взрослым за переход дороги в неположенном месте грозит штраф. Всего за этот год в городе зафиксировано больше миллиона нарушений. Виноваты и водители, и пешеходы. Чаще всего бывает это непристегнутым ремнем безопасности водители управляют. А также превышение скоростного режима. Ну это фиксирует как бы видеофиксация. Акцент делается на водителей, которые перевозят детей без детских удерживающих устройств. То есть без кресел, непристегнутым ремнями безопасности. Впрочем, далеко не все так беспечно относились к правилам дорожного движения. Большинство водителей их соблюдали и пропускали пешеходов на перекрестке. За что и получали награды. В проекте есть впечатление. Хочу вам презентовать вот такую замечательную кепочку. Спасибо. Это вам. Спасибо. Приятно получать подарки. Сразу хочется ездить еще более правильно, не нарушать, пропускать. Сажать детей в кресло. Ну, во-первых, это безопасность. Во-вторых, наверное, если каждый будет корректно вести себя на дороге, меньше будет случаев чрезвычайных. Такую совместную акцию автоинспекторы Казани и ГТРК «Татарстан» проводят в первый раз, но не в последний. Подарки за внимание на дорогах и дисциплину получили уже десятки жителей столицы. Наталья Колешкина, Айрат Каюмов, Вести, Татарстан.